Виталий, в своем ответе вы не преодолели противоречия, на которые вы оказал. И мне кажется, что это что-то не основополагающее противоречие, которое сделает не жизнеспособный вашим проектом. Дело в том, что невозможно с помощью силовых структур государства защитить субъект права от государства самого. То есть не было такого, чтобы приходилось применить силу против учреждения государственного, чтобы защитить физическое или юридическое лицо. Сейчас все построено в соответствии с законами природы. То есть организация государства, хотя вы и говорите, что это как бы фикция, то есть в любой момент оно может перестать существовать, как только потеряет авторитет. Да, но это только в том случае, если мы организованно проигнорируем или будем его бойкотировать. Если же по одиночке каждый посчитает, что оно не авторитетно, это ничего не даст. То есть любой человек, кто биорирует в государство, сталкивается с оружием, которое подкрепляет государственную власть. Поэтому государство — это не фикция, это организация, это субъект права. И хотя каждый из нас может стать членом этой организации или выйти из него, тем не менее, кто в данный момент находится на государственной службе, вполне отстаивает интересы государства, за редким исключением. Поэтому даже если суверены станут полицейскими, чиновниками, они будут получать зарплату у государства. И хотите вы этого или нет, но интересы государства станут им очень близки. Поэтому для того, чтобы защитить суверена, для того, чтобы защитить силу договора, для того, чтобы подкрепить силу договора оружием, у подписантов должна быть своя полиция, своя армия. Они не могут пользоваться полицией, армией государства, чтобы защититься от государства. У кого оружие, у того и власть. Если оружие останется у государства, то сувереном останется государство, хотим мы этого или нет. Ваш проект станет жизнеспособным только тогда, когда насилие перестанет быть последним аргументом. Пока пушки являются последним аргументом, у кого оружие, у того и суверенитет.